Внимание! В видео содержатся спойлеры к сюжетным линиям аниме. Если вы не хотите видеть спойлеры, то выключайте это видео и посмотри сначала это аниме. Всем приятного просмотра! Ну что ж, ребят, всем привет! С вами снова Ситвердый Лис, и на этот раз тройная рецензия на аниме, то есть три рецензии в одном видео, и... Эээ... Если честно, все три аниме, которые посмотрелся последние эти два дня, они шедевральны, все шедевральны по-своему, в каждом из этих аниме есть своя изюминка, так скажем. И поэтому я буду, собственно, сейчас вот рассказывать об этих аниме, и давать им оценку, собственно, снизу вверх по моему топу. И, собственно, начинает... Ну, начинает... Начинает свой рассказ с аниме под названием «Когда успокоится море». Во-первых, сразу хочу сказать, как в дисклеймере было у нас сказано, то, что видео будут содержаться в спойлерах, с сюжетным линиям, так что, если вы еще не смотрели, то советую посмотреть это аниме. Ну что ж, «Когда успокоится море» — очень интересное аниме 2013 года, и... Альтернативное название — это «Безоблачное завтра». Интересное, очень интересное аниме о жизни двух видов людей. Это, собственно, люди, как обычные, и те люди, из которых, собственно, произошли люди, которые, как обычные, это морские люди, которые живут под водой, которых создал морской владыка, которые покрыты, собственно, специальной такой пленкой, скажем так, покровом, социальным покровом, они могут, собственно, дышать под водой и терпят высокие... Ой, низкие температуры, очень. Терпят низкие температуры и, собственно, низкое давление, и высокое давление, конечно же, на глубине, собственно, на дне морском живут. Собственно, и... Сори повествует о том... А, собственно, о отношениях между героями. О том, что у них, да как у них, и почему. И, собственно, довольно интересно смотреть за историями, истории этих персонажей. Исторично смотреть за тем, как изменяется, во-первых, главный герой, как изменяются другие персонажи. То есть всё очень интересно и, главное, интригующее. Плюс момент, когда должно быть, как бы, разделиться вообще на два сезона. Всё это происходит как в одно, в одном сезоне, но... Если честно, я бы разделил на два сезона это аниме. И, собственно, очень... Там такой был момент, когда прошло пять лет, и... Тоже очень завораживает этот момент, но... Несмотря ни на что, довольно сейчас на низком месте у меня находится, когда успокоится море. И, собственно, ничего особо я сказать-то не могу, кроме того, как персонажи здесь, как я уже сказал, делятся на людей и не людей. Ну, людей и подводных людей. Причём, кстати, подводные люди, они ничем не отличаются, кроме как аквамариновых глаз. То есть у обычных людей они коричневые, а у подводных они аквамариновые. Плюс и ресницы аквамариновые. И, если честно, это всё очень интересно и... На самом деле, довольно шедевральное аниме. И больше о нём я, как бы, сказать мало что могу. И моя оценка ему четыре из пяти. Либо, если оценивать по десятибальной шкале, это восемь из пяти. И, собственно, больше-то я не могу ничего прибавить к этому аниме. Разве что сказать то, что у него особенная рисовка глаз. Необычная совершенно. То есть, как и в том аниме, которое я расскажу в следующем. То есть, необычная рисовка глаз. Не такая, правда, как в следующем аниме, которое расскажу. Но очень необычная. Глаза, если честно, сначала мне как-то были реально непривычные. И я как-то такой, ну блин, а, что за глаза? А потом привык уже, и мне, собственно, стало нормально. И интересное очень аниме про, можно сказать, как параллельную, можно сказать, вселенную в нашем мире. Если бы всё было по-другому, бы ушло. Но это реально очень интересно. И советую просмотреть это аниме. Правда, один минус, то, что здесь очень довольно, ну, здесь ванильная история, скажем так, розовая ванильная история. И из-за этого, собственно, многих она, ну, некоторых она отпугнёт. Но всё равно мне нравится. Мне понравилось, и, собственно, интересно смотреть, как я уже сказал. Больше насчёт этого аниме я ничего сказать не могу. Саундтрек нормальный, всё остальное тоже очень хорошее. И, собственно, вот так вот. Следующее аниме, которое я тоже бы хотел сказать, это Брунгильда во тьме. Оно донимает... Оно находится у меня сейчас в топ-5 моих аниме. То есть у меня сейчас их 6, как бы, аниме, а оно находится на пятом. Ой, тву-ты. Она находится в топ-5. И, ну, не на пятом. Я просто не буду сейчас палить, на каком месте оно находится, чтобы потом в конце видео вам сказать, какой у меня сейчас топ. И, собственно, где что стоит. Чтобы, ну, узнать, что лучше из этого посмотреть. Брунгильда во тьме. Очень интересное аниме. Оно повествует о жизни, собственно, одного парня и девушки. Парень в детстве, как бы, потерял свою подругу, лучшую подругу, которую он, как бы, и полюбил-то в детстве тоже. Но при этом он её, можно сказать, случайно убил. Ну, так чисто логически рассуждаю, он её случайно убил. Собственно, как бы, а сам главный герой Рёта, он выжил. Он выжил, и через несколько лет он встретил эту девушку, несмотря на то, что она как бы погибла. Оказалось, то, что она стала одной из многих, не из немногих ведьм. А ведьмы, они обладают какими-то сверхъестественными способностями. То есть, какие-то там могут будущее предсказывать, какие-то там телепатии, другие там могут кошек понимать и прочее, прочее, прочее. И, собственно, тоже довольно интересное аниме и завораживает. Но концовка для меня подкачала, если честно, я ждал в этом аниме мрачную, плохую концовку. Но, к сожалению, не дождался, и концовка получилась более-менее светлая. И этим-то, собственно, как-то мне не понравилось, потому что концовка, концу прям показывал, типа, вот сейчас будет плохая концовка, сейчас все умрут и, ой, как хорошо, наконец-то. Первое аниме, в котором все умирают. Включая главного героя. Но такого не произошло, и, собственно, все стало нормально, в округе своя. И концовка получилась более-менее светлая. Правда, если честно, я жду второй сезон, потому что кое-какие неясности есть, либо Ову. И потому что концовка реально, она там, как бы, во-первых, она показывает хорошую концовку, но кое-чего недосказали, и поэтому надо бы, как бы, рассказать. И, собственно, в этом-то вся прелесть, то, что, как бы, я жду второй сезон, либо Ову, который, собственно, завершит все. В этом аниме, кстати, 13 или, считай, есть еще СП-шку, 14 серий. И все они очень интересные и извораживающие. Я посмотрел, собственно, за один день, и, собственно, в этот же день начал смотреть, когда успокоится море. И, как я уже сказал, в Бунгильде очень странная, как сказал уже, рисовка глаз. Еще, когда говорил, когда успокоится море. И она реально, то есть, очень странная, то есть, не как в остальных аниме, и когда смотришь, когда видишь чьи-то глаза, то кажется, как будто этот человек сумасшедший. Серьезно. Но потом привыкаешь, и, как бы, смотришь на это все по-другому, и мне это уже потом понравилось, и нормально, как бы. Ну, все норм, рисовка, и все очень хорошо. То есть, привык, и все стало очень хорошо, и вообще интересно. И, если честно, как я уже сказал, многие друзья главного героя, главной героини, они все погибли. Точнее, не все, а многие из них погибли, и это было довольно трагично. То есть, драматичная была концовка, несмотря на то, что она получилась довольно счастливой. И этим она мне понравилась. Поэтому она находится сейчас в топ-5, и, собственно, она довольно, как я уже сказал, интересная, и советую вам по осмотру. Моя оценка ему 9 из 10, и, собственно, советую чем посмотреть. И, кстати, на Анидабе его озвучила вся судейная команда Анидаба, ну, кроме Ника Лениной. То есть, Кьюба, Анкорд, Балфор, Орика, Холли, Гамлетка, Давид и Киара. То есть, прям все, кроме Ники Лениной. Ну, и еще пара человек, которые там редко озвучивают. То есть, почти все. То есть, ну, советую, как я уже сказал, посмотреть это аниме. Оно очень интересное, захватывающее. То есть, там есть и экшен какой-то, и драма, и комедия, и романтика, и все-все-все, и приключения. И очень интересная и рисовка, и музыка очень хорошая. И вообще очень интересное аниме. Поэтому перейдем сразу к следующему. Теперь, ну, на этот раз я уже скажу, какое это место. Теперь новое аниме, которое вышло у меня сразу на первое место. Буквально за первые 10 серий, наверное, даже за первые 5 серий, я уже считал, что это по-любому будет первое место. Нашел аниме, которое ближе всего ко мне, к моей душе. Под названием «Твоя апрельская ложь». Во-первых, это романтика, драма, музыкальное аниме. Ну и, к сожалению, почему-то не написали жанр комедии. Но комедии здесь очень мало. Но все равно она есть, так или иначе. Очень интересное аниме про трагичную судьбу пианиста. И про, собственно, все отношения не только его, а его, собственно, друзей и прочих личностей. Если честно, очень трагично. Смотря на то, что это музыкальное аниме, оно как бы и не особо о музыке. Но музыка здесь шедевральная. Оно больше о том, как я уже сказал, уже о чувствах больше, чем об музыке. Но, как я уже сказал, музыка здесь шедевральная. Здесь шедевральная рисовка, шедевральный сюжет, музыка, как я уже сказал, драма, романтика. Все шедеврально, комедия хорошая, легкая. И, собственно, очень-очень хорошее аниме. И советую просмотр. Я особо не проспойлерил вроде ничего. Ну, кроме того, что я сказал, это трагичная жизнь главного героя. Но, собственно, особо-то вы ничего не узнали-то. Собственно, желаю вам реально посмотреть это аниме. Оно ближе всего к моей душе. То есть, если вы любите музыкальные драмы. То есть, нет, это не опера, это музыкальная драма именно. То советую вам реально ее посмотреть. И, может, она вам тоже придется по душе, как мне. И она, я уже сказал, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень интересная, захватывающая. Вчера начал смотреть, сегодня досмотрел. И, собственно, все очень офигенно. Мне это очень нравится. Не мог никак оторваться от него. И, собственно, спасибо, кто там, режиссер Исигура Кёхей, автор оригинала Аракао Наоси. Спасибо вам, ребят, что подарили мне теперь новое аниме, которое на первом месте мне находится. И оно, как я уже сказал, шедеврально. Шедеврально во многом, чуть ли не во всем, так скажем. Это будет уже как преувеличение. Оно мне очень нравится. И, ребят, если вы будете смотреть на Анидабе, то мне советую смотреть в комментарии. И даже в лучший комментарий не стоит смотреть, потому что там просто спойлер на спойлере. Прям зашел случайно, заглянул на первой серии, и там бас, между басом спойлер концовки. Такой, ну блин, ну как так-то? Но при этом я ее забыл, эдак, к серии 10-й, к счастью. И, собственно, потом увидел концовку как заново. Но потом вспомнил, во время концовки вспомнил этот комментарий. Такой, блин, ну как так-то? Все равно не такое ощущение по-любому. И, собственно, не советую вам смотреть в комментарии. Либо просто, да, там, скачайте где-нибудь в этой же озвучке, чтобы не было никого соблазна посмотреть в комментарии. И очень интересно, как я уже сказал, музыка шедевральна. Анимация, рисовка, все идеально. Просто я не знаю, почему 4,85, я бы прям 10 из 5 поставил. Но, собственно, это уже чисто по моему решению. Но, как решает общество, 4,85. А у меня это мое любимое аниме теперь. То есть, понимаете, кошечку из Сукураса вытеснили. Просто вытеснили. И, причем, даже на пятой серии, не на 22-й. 22-й это было уже просто решающе, добивающе, можно сказать. 22 серии. А на пятой я уже решил, что, наверное, это будет мое любимое аниме. И, собственно, так и произошло. Теперь это мое любимое аниме. И, наверное, когда-нибудь в будущем я посмотрю его с субтитрами. И, собственно, мне очень-очень понравилось оно. На самом деле, шедеврально, как я уже сказал. Просто реально шедеврально. И, собственно, даже очень-очень иронично то, что аниме... Вот как бы называется «Твоя апрельская ложь». А последняя, собственно, серия была как раз-таки в апреле этого года. То есть, последняя серия вышла 20 апреля. И, ну, это круто. То есть, аниме «Твоя апрельская ложь» заканчивается в апреле. И начался он, кстати, в октябре. То есть, прошло всего лишь полгода, а закончилось аниме. И такое, кстати, шедевральное. И, честно, жалко то, что я его не посмотрел раньше. Кошка из Укураса бы на втором месте сразу же была. Но, собственно, лучше поздно, чем никогда. И это вряд ли что-то реальное аниме. Давайте, собственно, ещё, кстати, ребят, напишите в комментариях. Либо поставьте лайк насчёт того, что согласны ли вы с тем, чтобы я делал вот так именно рецензии на аниме. То есть, меньше критики по пунктам, а больше такой, знаете, чувств, собственно, в моей рецензии. Если вы считаете то, что так будет лучше, то, собственно, поставьте лайк или напишите в комментариях и поставите лайк. Я буду только рад, если вам правда нравится вот именно такой вид рецензий. То есть, не так, чтобы я сидел, как вот, знаете, как по тексту, там писал, так вот, так вот, пункт первый, там, оценка 5 из 5. Пункт второй, оценка 10 из 10 и там и так далее и подобное. Чтобы прям именно больше этих чувств, больше эмоций, больше, так сказать, души, можно сказать. Надеюсь, вам и правда вот так понравится. Я, честно, мне, честно, самому нравится вот именно такую рецензию делать, так как я, собственно, рассказываю больше всё, что по душе мне, а не то, что, так сказать, по тексту. И, кстати, вот насчёт твоей апрельской ложь, собственно, ну, ясно, конечно, раз выделена кошечка Сукураса, оценка 10 из 10 для меня. И советую, обязательно советую просмотр вместе с кошечкой Сукураса. Вот, если вы хотите любить смотреть драму, какую-то романтику, то вот три аниме, это твоя апрельская ложь, кошечка Сукураса, статистические воспоминания. Всё, смотрите три аниме и всё. Можете больше ничего не смотреть, пока я вам не скажу. Ладно, шучу. Ну и, собственно, ребят, теперь, как я уже говорил, я озвучу топ 6 аниме, которые сейчас у меня, которые мои любимые топ 6. Это первое место, твоя апрельская ложь, второе, кошечка из Сукураса, третье, синтетические воспоминания, четвёртое место, Брунгильда во тьме, пятое место, Натюрморт и Эдем в серых тонах, и шестое место, когда успокоится море. Да, когда успокоится море, не вошло в мой топ 5, оно ушло в топ 10, но, собственно, оно само по себе тоже очень хорошее, но, собственно, не такое, как мне по душе, оно просто хорошее. Такое, знаете, семейное, скажем так. Здесь нет ни Эдчи, ни каких-то там моментов. Но всё равно, кстати, все эти аниме, то есть это Брунгильда, Когда успокоится море, Твоя апрельская ложь, они как бы 16+, все. И ещё в аниме Твоя апрельская ложь и Брунгильда во тьме есть кровь, но в Брунгильде во тьме её куда больше. Но там как бы не кровь, там именно насилие, скажем так. Там крови-то не так-то много. Ну да, конечно, не так-то много. Но, как бы, советую вам посмотреть все эти аниме, которые я озвучил, все эти 6 аниме, которые я посмотрел за последние, за последнюю неделю. Несмотря на то, что я неделю назад как раз-таки начал смотреть, собственно, аниме, вернулся в эту студию, которую когда-то я любил. И Наруто, боже. Ну ладно, затянул уже слишком сильно свой выпуск. На этом я ряд, ребят, закончу. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки. Если вы согласны с тем, чтобы я делал так рецензии. С вами был Сердый Лис. Всем удачи, всем пока. И, ребят, ещё пока я не забыл, хотелось бы ещё сказать то, что поздравляю всех победителей моего конкурса. Да, конкурс должен был закончиться завтра, но закончился он сегодня. И просто мне хотелось как бы закончить побыстрее. Только что я знаю то, что больше бы, как бы, участников не набралось бы. И смысла бы в этом не было сидеть и просто один день ждать. Не набралось бы лишнего одного участника. И ничего бы этого не произошло. Просто я взял и решил разыграть именно сегодня. Поздравляю, собственно, всех победителей, которые выиграли. И они молодцы. И также ещё хочу сказать то, что... Надеюсь, кстати, вам нравится новый дизайн моего канала. И... Если он вам нравится, поставьте лайк. Ещё один, два, три лайка поставьте. Комментарии напишите, то, что вам нравится. И, собственно... С вами был я, Сердый Лис. Всем удачи, всем... Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok